здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта это будет первое видео в серии не знаю как это лучше обозвать вот я возвал так как научиться летать на планере или поднебесные не скучные поднебесные истории что меня на сей опыт вдохновляет сейчас прежде всего это наверное сейчас это видео запишу и вы в процессе него поймете что вдохновляет если коробка то некий поиски стандартных решений что-то делать не так как обычно вот началось как моего любимого фильма трасса 60 дорожная история но там мальчик пожелал главный герой пожелал ответов ответов на вопросы и вот я хочу знать я хочу понять почему я хочу понять как и прочее прочее я тоже очень в жизни часто люблю ответы на вопросы всевозможные почему так почему всякую сейчас будет постоянно спрашивать папа почему вот так вот отвечать его потому что или потому что так да да или потому что так делают но по меньшей мере не всегда честно потому что потому что потому что потому что все так гораздо сложнее и есть часто очень объяснение почему вот именно так вот делаю как а если еще объяснить почему именно так делают то осознанное наверное восприятие этого будет гораздо лучше и с большой долей вероятности откроется альтернативные пути какие-то потому что делают так потому что а можно делать еще так 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 и так пусть и куча всяких вариантов так вот я постараюсь дать ответы на вопросы которые возникают часто у пилотов которые учатся летать на планере ну собственно буду рассказывать все что знаю сам что все что нужно делать и в некоторых местах я буду рассказывать как принято делать и как делать можно еще ну и почему например так можно делать это самое главное а если вы впервые попали на все каналы и даже еще не знаете что такое плане ну конечно проще всего узнать это в википедии какого-нибудь почитать и все будет понятно я не думаю что нет смысле сейчас у видео рассказывать а что такое плане плане вот свобода вот мы сейчас смотрите как он кстати сам летает один снимает другой пилотирует мы сейчас делаем переход от одной горки с качеством 50 и 50 с качеством где-то 40 это мы знать что километра высоты можем пролететь 40 километров дистанции такое у планера качество то есть это планер это свобода в пространстве то есть мы обладая высотой энергии можем перемещаться куда нам нравится 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 нам сейчас вот городе он впереди сейчас я один отверну что помимо было ничего и мы создаем долетим потом долетим до следующей горки до следующей и когда у нас будет заканчиваться высота мы станем найдем какой-нибудь поток наберем эту высоту и полетели дальше и 100 планера нет двигателя и это слаб поэтому это свобода в пространстве мы ограничены только временем когда есть восходящие потоки они есть днем они иногда есть ночью волновые потоки днем и ночью при желании можно летать и очень долго и это кайф летать на плагере кайф искусство и планер это наверное в большей степени имение мыслительные стандарты непривычно есть небесная шахмата это венер путей то есть такой путь какой такой такой какой какой и иногда лучше типа ей что мы привыкли рисовать какую-то картинку вот это делайте что-то такое вот вот не получается не получается так не получаете вся и получать еда и тогда и отбросить привычную модель которых всего привык рисовать что вот нужно делать так até Бросьте ее и перейти на следующую, перейти на следующую. То есть какие-то альтернативы пробовать. Это реальное искусство. Потому что на самолете свое искусство. Как общаться с диспетчером, как там лететь, как по этой высоте, по силонам приучаться. Куча всего. А здесь как можно летать без двигателя. Моторы у нас какие-то нет, и мы, между тем, достаточно бодрые полетели. Как известно, искусство сложно совместимо с понятием, наверное, какой-то, не даже не дисциплины, а шаблонов. Вот так, наверное, правильно сказать. И поэтому я, например, категорически не любитель ритмов такого плазово-шаблонного метода обучения людей к планиризму. И сам я прошел через эту мясорубку, ну, скажем так, систему ДУСАПОВСКОЮ. И это было довольно большим количеством потерянного, наверное, времени. Самое невосполнимое ресурсное время. Я учился очень быстро. За год я долетал 113 часов, прошел там несколько сразу курсов. Но в то же время у меня закрепилась куча неудачных навыков. Я вот пермотировал ручкой, вот так мотал. Сюда, я же пилот, я тут, вот, нет, это сюда компенсирует, так, это, куда компенсирует, тут, надо, ну, я утрирую, естественно. Это сейчас гротеск. Но на самом деле есть... Слушай, а не слетать ли нам вду под дождик? Давай. Под дождик, и потом из под дождика выйдем. Если что, сюда вернемся и на другую свернемся. Ну, вот мы решили, что почему бы двум благородным зонам, травящим под небесные байки, не слетать под дождик. Вот он, прямо по курсу, под дождик. Итак, о, опять орлы. Съедет. Давай-ка мы пройдемся рядышком. Это, может, наши обидчики, которые прилетели и нас обидели. Вот они, красавцы. Эх, у нас сегодня орлы обижают. Ладно, пошли дальше. Да, а вот сейчас мы его догоним. Сегодня не какой-то день такой нападательный. Собрались большой стаей, и нас забегатели. Главное, сейчас они врезаться в такого-нибудь такого красивого. О, вот вам орел во всей красе. Итак, продолжаем. Что вы там... То есть я потратил много времени, потом у меня появилась вот эта вот... Неправильно немножко платил меня ручкой. И поэтому есть объяснение очень простое. Дело в том, что задача ДОСАФа была такая. Взять и научить сотни тысяч пилотов подготовить. Даже не столько, сколько нужны были планеристы в стране, сколько просто летчики, будущие военные летчики, летчики гражданской авиации. И сама база, начальное обучение, первый год обучения с федеризмом был связан достаточно отдаленно. То есть учили на планере летать, конечно. Но принцип был самолетный. То есть человека учили не пилотировать планер во всей красе этого действия, а взлетать, приземляться. Ну да, пилотировать планер, но только для того, чтобы взлетать, приземляться, и потом легко перейти на самолет. Почему так? Потому что, ну опять же, система, когда она работала по советским канонам, она была более объемной, чем сейчас. Сейчас человек пришел на аэродром, его по той же программе запустили, только не дают ему того большого количества теорий, которые там, наверное, читалось зимой, пока там готовились все к полетам в ДОСАФовских клубах. И опять же, тренажерной подготовки, наверное, какого-то разбора, какой-то моторики. И вот когда человек без этого всего приходит в планерный спорт, и его раз, закинули в зону на 3, на 30 минут, в лучшем случае на 20 в худшем, он, конечно, ай, кайф, планер, огонь, просто огонь. Ну и потом еще одна зона, будешь учиться? Буду. Вот опять орлы, вот двери. Вот, будешь учиться? Да, буду, хочу. Ну ему давай еще одну зону, еще одну зону, какой-то показали. Зону это подъем на 800, там, 1000 метров или 1200, там, где-то разрешают. Ну и дальше планирование, там, вот, человек пилотирует. Набрать, что ли? Давай. Давай, заберем. Вот, человек пилотирует и потихонечку привыкает к управлению планером. И, наверное, если бы этот зон был десяток, все бы было бы ничего. Но после этих зон, там, штучек трех, начинаются круги, это взлет на 300 метров и четыре разворота посадка. Проблема основная, что человек в этот момент еще не умеет пилотировать планер адекватный. То есть он, блин, снизу прошел змеи. Он, у него все вновь, ему нужно какую-то скорость держать, какой-то Тель Дженни еще есть загадочная. Куча всякой вот фигни, которая достаточно неестественна, и человек не привык ей оперировать. И поэтому получается некий хаос, а тут ему надо еще по какой-то коробочке лететь, на какую-то посадку заходить, какие-то глиссады рассчитывать. То есть слишком много информации, на самом деле. Если человек готовился долго, то, да, он, наверное, может это все съесть. А если он к этому не готовился, то часто возникает такой вот некий клим, что что-то у человека получается, что-то нет. Ну и в конце концов, его можно как собачку Павлова, там, как этих кошечек Поплачева, натренировать на то, чтобы он что-то делал. И он это будет делать. Я таких пилотов видел, да, он все делает по инструкции, все правильно. Но полет это искусство. И первое, что стоит делать, это научиться именно пилотировать планер. То есть работать правильно ручкой, правильно педалями, чтобы не отвлекаться на это при заходе, на посадку. Дальше пилот, который сначала научился летать на планере, а лишь потом начал учиться взлету посадки. Ему на взлету посадки легко, потому что он умеет пилотировать и уже на это не переводит столько времени. Вот. Это вот, к сожалению, для меня больная тема. Вот. Вы не думайте, что я столь ненавижу какой-нибудь Десап и прочее. То есть это просто по-другому, другой путь. Но так как я в этом пути нарвался на массу приключений, просто вот, ну, я банально потерял какое-то количество времени и какое-то количество денег. И даже, в общем-то, известно, что время, жалко, больше. Потом я попал в Африку, там полетал прекрасно. Потом я полетал замечательно на планере в Альпах. И вот, собственно, мои учителя в Африке Мартын Лесли, он мне очень много дал. А в Альпах это было опять двое. Сходка у них сегодня какая-то. Пойдем рядышком. В Альпах Риджес и Клаус Вольман, Кай. Вот. Они все, каждый из них, меня научили чему-то своему. И я крайне признателен за это. И это уже была, наверное, другая школа, потому что они как раз объясняли, что, ну, а кто тебе сказал, что именно так надо? А вот попробуй так. И именно начиналось все с объяснения, с глубокого прояснения, почему же вот нужно делать так. От чего это вот приходит? Что вот? Вот. Поэтому я ставлю задачу вот этих видео, которые буду занудно писать. И наставить задачу научить вас с неким акцентом на правильные вещи, с чего стоит начать, как правильно сделать. Мы к этому еще 10 раз возвращаться будем. Ну, пока вот сама идея что? Научить летать, используя максимум возможностей и делать иногда такие вещи, которым не учат, там, дисрафия. Они, там, допустим, откровенно запрещены для начала, там, разворота с интерцепторами, какие-нибудь еще что-нибудь. То есть неважно. Причем обоснованно запрещены. То есть я даже не спорю, что это там все правильно часто бывает. Но есть и другой путь. Так, что-то не меньше по тезисам. Ну да, основной тезис. Вместо того, как надо, мы будем изучать, что так делают, потому что. Но есть и другой путь. Я эту красивую оболочку обретаю, то, что хочу сказать. Вот. Это, наверное, по существу, что я могу сейчас сказать. Больше сказать-то нечего. Планирую писать такие ролики, которые, по сути, будут... Я писал книжку «Нечта летать», но я думаю, что сейчас будет относительно сложно дописать эту книжку, заставить себя и издать эту книжку. И в современном мире я даже вижу, что часто учебные видео на данный момент, тем, как легко они снимаются, монтируются и прочее, они получаются лучше, чем книжка. Ну, книжку я, может быть, и дописую, но это будет просто дополнение какой-то, альтернатива. Вот. А теперь, наверное, можно просто рассказать тем, кто меня не знает о себе чуть-чуть капельку. И о том, как вообще я дошел до жизни такой... Попал в этот... Так, не нравится мне что-то здесь. Не нравится. Давай подойдем к линии осадков поближе, может, там будет зона восходящая. Опять орлык. А что ж... Будет сейчас чуть-чуть оттуда. Так, как я дошел до такой жизни, что могу вот так взять, приехать вайфер, и здесь полетать. Причем на своем планере. Вот. Началось все с того... Бля! Тут лихо. Ой. Началось все с того, что я мечтал летать. И очень сильно. Но... Летать я... Хоть и мечтал, но не мог, потому что, когда пришел... Лет, по-моему, в 12, что ли, я в секцию парашютистов, вот, прошел медкомиссию, мне сказали, что чувак, ты вообще обречен. То есть ты вот, в лучшем случае, там, ну, точно не в пилоты, точно не в парашютистов, в общем, его не взяли. Ну, там, зрение, стигматизм, еще чего-то. Ну, там, сердце ловилось несколько медленнее, чем хотелось бы проверяющим. Сейчас, вот, у меня, там, пульс 44, допустим, 45, ну, ничего. Вот. И, ну, что такого? Я, конечно, расстроился, читал всякие там истории. Вот книжку читал, повести о настоящем человеке, прям, Оресева. Как он смог, и думал, ну, в конце концов, я же, может быть, как-то смогу. Занялся авиамоделизмом, победил на какие-то соревнованиях авиамодельных, и попал на аэродром Филишкис, где мне, как победителю, дали посидеть в планере. И вот я сижу в этом планере, он такой красивый, планик был. Вот такой все огромный, такой замечательный. Я вижу, как эти пламера летают. И такой усатый литовский пламерист, вот, не помню, к сожалению, имени, он на меня смотрит, говорит, что, говорит, нравится, блин, я вообще, вот, прям, диким застанком, говорит, ну, а чего? Учись. Дево, зрение, там, то есть все, он говорит, ну, это бывает, но если ты по-настоящему мечтаешь, то, блин, может и сбыться, ну, там, не знаю, какие-то планы, пойди. Я говорю, а как это, вот, отдыха, планы, вот, там, в общем, все более свободно, вот, можно с них начать, там, и так, говорит. Ну, и самое главное, что он посоветовал, нравится ли авиация, иди в авиационную учиться. Ну, я, собственно, и хотел в авиационный вуз пойти тогда, в Харьковский авиационный. Почему в Харьковский? Ну, так получилось. В нашу станцию юных техников пришла такая красивая рекламка, что давайте к нам на подготовительные курсы. Я, вот, и включился на курсы, и потом все с листом поступил в вуз. И мне очень понравилось, то есть, авиационный вуз, это была просто бомба, потому что было связано с алиацией, интересно, круто. Первую сессию я взял с одной четверкой, вот, по математике высшей. Потом, ой, как красиво, какая там радуга на горизонте. Ну, вот, даже спорил с преподом, ну, говорю, звук, а вы уверены, что вам четвертый не нравится? Да тут, конечно, вы же сами, я же все сам написал, он говорит, ну, как сам, в интегрировании каких-то там трехлинейных, хитрых дробей там, с какими-то там, тремя, чего-то там, я вот, даже не помню это. Еще никто мне не писал, я говорю, так, я вот не писал, но, говорит, ну, вы же бомбу писали, я говорю, писал. Ну, писали же бомбу, да, но я же говорю, я не использовал, я писал, и так получилось, что писал, и даже запомнил. Ну, вот, видите, бомба-то была, игра была, ну, вот, поэтому четверка. Но у меня пятерок никто не получает, ну, на следующем семестре я получил у него пятерку. Ну, вот, это отвлечение к тому, что, ну, как сбывается, вот, учился в Харьковском институте, до третьего курса был настоящим боевым ботаником, там, прям, у меня, у меня стипендия была, там, это научная работа, еще какая-то херня, вот, но, как-то, вот, тоска какая-то не отпускала, хотелось летать, а, да, я даже не могу объяснить, почему я не пошел к дельта-помилистам сразу же, почему я вот три года ждал, не знаю, ну, потому что учился, то, что сегодня как у него, еще чего-то, ну, и потом раз, так случилось, что я узнал про парапланы, помог моему другу его купить, подолжил ему 50 долларов, и он повел меня летать на параплане. Я полетал на параплане, понял, ты, ем, откипалки, как же так, я всю жизнь свою прожил зря, вот, до этих 20 лет, все 20 лет жизни, абсолютно всем зря, почти, ну, вот, и, ну, кстати, обратите пристальное внимание, мы набираем вдоль линии грозы, ничего здесь страшного нет, потому что у нас открытый выход с грозы дальше в долину, ну, это так вам, я, полетать в красивом месте, показать красивые виды, вот, я начал летать на параплане активно, и, там, до конца вуза, но он уже налетал кучу всего, и дальше думал, как бы себя пристроить куда-нибудь, вот, как вот, чем я хочу заниматься, ну, и, естественно, я хотел заниматься парапланом, тем более, что мы с друзьями сделали небольшую парапланировку в Москве кантри, принятие огромные и процветания, и к окончанию вуза меня взяли на работу в параис, то есть у меня было несколько альтернатив, идти в Луховицу трудиться, ну, где я побывал на практике, посмотрел, как там все выглядит, и понял, что, если я пойду туда, то я всю свою сознательную жизнь буду волк сдать и какой-нибудь рисовать, никакого проекта нормального так и не сделаю, вот, а... Паравис меня брал, и за что им огромное спасибо, я попал в парапланиризм, начал делать летную школу, ну, такой коммерческий парапланиризм, дальше сделал летную школу, там, вводя в случае, она стала моей собственностью, потому что была она невеликабельна, в какой-то момент произошел кризис, и я выкупил активы школы за те деньги, которые сэкономил на школьных завтраках, ну, на самом деле, сучу, там, иногда сваливались какие-то халтурки, какие-то, какие работы, такие вот, таких бы денег, ну, они не то, что они нечестно были заработаны, абсолютно честно, но они вот сваливались, там, не знаю, мне там удалось какой-то импортный параплан крайне удачно продать, еще что-то, еще что, и в итоге сформировался капитал из 11 тысяч долларов, на который я купил школу, и дальше начал развивать уже сам, принимая решение, как и что делать. Так, ну ладно, вот, собственно, как выглядят осадки, радуга, смотрите, как выглядит, на короткое время зайду под линию дождя, как видите, в дождевых, в зоне дождя ничего особенного, ну, да, там, снижение, единственное, что если молнии начнут жахать, но когда я набирал, я внимательно смотрел, что у меня таких молнии нет, вот, поэтому, вот как выглядит дождь в планере, смотрите, сейчас еще чуть-чуточку пройдем, вот, у нас еще главное все набор здесь, вот, главное под град, так сказать, не забрасывается, все, ой, смотрите, самая зона мощная, вот здесь сейчас будет проход, оп, опа, ну, и снижение большое, почему-то здесь не стоит долго находиться, больше минус 5 метров в секунду, ну, зачем нам это нужно, летим дальше, летим дальше, травить байки, оп, так, сейчас видим снижение оттасов, меня поднимает, вот, под дождем, можно ли набрать вот этих под дождем, да, пожалуйста, так, ну, и я, наверное, подтянусь поближе к дому, потому что такие ошибки могут быть у дома, поэтому мы по кредству возвращаемся немножко назад, и, скорее всего, потом перепрыгнем на паркур, это на 11 часов там тоже гроза начинает формироваться, на горку Дорньюз, пока по прямой, ну, сядет, там тоже гроза еще в одном месте, ну, все, угловил у нас в гробе, так, ну, меньше скорость, чтобы еще камеры сумела, в общем, я стал счастливым обладателем школы Вектор, ну, и, ну, я, естественно, предложил немало сил, чтобы осоздать там, будет длинная история, то можно почитать мои там заметки и справдивые истории, как-нибудь, все выложили ссылочки на них, вот, и это совпало, наверное, с улучшением, наверное, состояния страны, это были 2000-й год, 99-й 2000-й год, плюс я применил, наконец-то научился строить лебедки, потому что я как инженер, который учился в институте, и учился что-то конструировать, опять же, технологом я тоже был, но никогда не делал руками, я поначалу надел огромное количество ошибок, то есть было такое настоящее боевое рукожопство, у меня из валы разваливались, все такое не было, но со временем я научился, сделал действительно первую крайне удачную конструкцию, лебедку, которая отработала 14 тысяч вылетов, это только у нас в школе, и еще потом, по-моему, до 24 тысяч вылетов работало, где-то там, подъема, вылеток с подъема этого параплана где-то, потом сделал гидравлические лебедки первые, и вот с первыми гидравлическими лебедками, кстати, интересно связана вот эта вот же моя идея, есть и другой путь, который я буду вот в всех этих видео проносить, я пришел в конструкторский бюрок, который специализировался на гидравлике, и они мне нарисовали какую-то схему лебедки, ну, схема, в принципе, мне понравилась, я ее знал раньше, потому что одну лебедку мы уже собрали, вот, и по мнению этих специалистов, она вообще работать не должна была, она работала не только у нас, но еще и в Ставрополе, потом отпахала еще лет 5, по-моему, или 10, долго, а они предложили схему, это была куча переключателей, куча чего-то, четко чего, я говорю, слушайте, ну, зачем вот это вот все нужно, если мы можем клапаном управлять, нет, говорит, управляемых клапанов, давление не было, да, не бывает, они дорогие там, электронные, еще чего-то, говорю, слушайте, а если вот взять этот же, как управлять, ну, пружины ты его настраиваешь на какое-то давление, и давайте мы это, будем на эту пружину что-нибудь дают, и эти, будет вот, ну, перемещаться, и будет давить на пружину, мы тем самым будем менять давление, ну, и ответ был такой, так никто не делает, это херня, я говорю, ну, я могу попробовать, ну, ты вообще, сам себе делаешь, вот, у тебя схему нарисовали, а дальше, дальше делай как хочешь, ну, я сделал лебедку, просверлил в этом клапане отверстие, выстегнул в резьбу, поставил шток, шток перевел на ручку, все это прекрасно работало, это удивительно, но вот с этого начиналось, и потом мне повезло познакомиться с замечательным человеком, Сергеем Великовым, который, собственно, там работал менеджером, и потом сделал свою фирму, торгующую гидравликой, прекрасную, замечательную, Гидраэл, и он мне помог, мы с ним штурмовали, вот, делали разные идеи, пробовали так, пробовали сяк, и где-то на какой-то там, не знаю, десятой, пятнадцатой лебедке мы изобрели совершенно прекрасный способ управления, который стал настолько удобен, настолько удачен в масштабировании, что я начал строить эти лебедки десятками, и сейчас, наверное, 70% в России таких коммерческих полетов, школах, ведется на моих лебедках, я не знаю, может 70%, может быть больше, на 50%. Вот, много. И, собственно, это то, наверное, чем я заработал деньги на такой планер, который стоит, как вы догадываетесь, немало, ну, где-то сейчас тысяч 400 евро он стоит. Вот, это все деньги за всю мою жизнь заработали, потому что, когда я научился, пошел в планиризм, в 2011 году я из парапланиризма пошел в планиризм, научился летать довольно быстро, и у меня была мечта сделать школу летную, я даже сделал лебедку огромную, красивую, стоимостью 80 тысяч евро, применив кучу всяких инженерных решений, лебедка помечалась в обычный гараж, и немцы были в восторге от компактности лебедки, от ее мощности, и говорили, Герволков, а как вообще вы ее построили, вот такую маленькую, красивую, компактную, я говорю, а просто потому, что у меня в Москве был гараж 3 на 6 метров, и просто больше места не было, и там действительно был ряд такой совершенно интересных решений, лебедка, это в одном экземпляре существует, потому что в 2014 году уже она летала, работала, собственно, была идея делать школу, но, так получилось, что по ряду причин она растаяла, потому что я не смог работать с людьми, которые, точнее так, мне предложили немножечко пилить государственные деньги, и тем самым развивать полюризм, помогая армии и готовить пищечное мясо для армии. Вы не обижайтесь, только военные люди, я просто не люблю войну, и не люблю все, если с ней связано, поэтому для меня полюризм, это чистый спорт, он, кстати, родился тоже из-за войны, конечно, совсем многое другое, но не мое было помогать людям готовить военных летчиков, и там, собственно, это была основная цель, а даже, я бы, наверное, и помог, но основная цель, что это было еще некрасиво, идея была это сделать некрасиво, то есть надо было цену леберки, естественно, умножить на 3, чтобы потом было чуть делить, и прочее, и прочее, ну, фу, беда двоих моих фильмах, и я решил, что нет, не буду этим заниматься, настроение мое было кардинально испорчено, и это было 31 мая 14-го года, я выпил коньяку вечером, залез в интернет, и увидел, что полетел этот планер, это был первый полет планера Шляйкера С-32, давно говорили, что фирма Шляйкер сделает 20-метровый планер, она сделала, и тогда я понял, что мне такой надо, на следующий день я перевел депозит 25 тысяч евро, и продал лебедку, и которую делал для школ, ну, хотел школу свою в России сделать, но вот видите, передумал, продал лебедку, потом так получилось, что было настроение вообще, как-то так поменять образ жизни, переехать летать больше в Альпе во Францию, и я еще продал достаточно большое количество своих в школах, у меня это по России было там штук 20, наверное, и я, не знаю, дюжину точно закрыл, продал, и так далее, и тому подобное, вывел активы, это было крайне удачно, потому что потом было август 2014 года, вы как вспомните, что евро шуршал с 42 до 85, там как-то, вот, и поменялась немножко экономическая ситуация, и где мой, казалось бы, казалось бы, работа такая сторонняя, вот так, надо было, наверное, пониже, хобби мое, такое вот, летать на планере, превратилась, наверное, в основную работу, я учу людей летать в Альпах, горным полетом, ну, и учу мыслить нестандартно, достигать разных целей, интересных, самое главное из которых понимать, что ты хочешь, как ты хочешь летать, что ты хочешь сделать, как все работает, вы видите, мы летаем около грозовых очагов, и ничего с красными происходит, потому что, ну, я знаю, как они сейчас работают, какой у них потенциал, что у нас там, что нас впереди ждет, я смотрел прогноз погоды, и я думаю, что аэродром наш с ним накроет, судя по всему, но поближе к нему нужно, потому что, если что-то поменяется кардинально, и вот когда стык-бедура и здоровый вместится в нашу долину, то нам нужно будет быть быстренько дома, поэтому я сейчас по краю вот этого огромного облака рванул в сторону дома, ох, устал я трындить, как говорил, говорит мой ученик Серега, столько трындить не каждый может, ну, вот, наверное, да, так вот, да, сейчас я работаю видом, по сути, горным в Альпах, то есть я приезжаю кого-то с нуля учусь сразу же правильно, кто-то учится где-нибудь в другом месте, но приезжает у меня такой-то опыт перенять, то есть все по-разному, но, задача моя передать свой опыт, натрензит, на камеру кучу историй, всевозможных, перспективе, вот я с этого хочу, хочу начать с этой, как я дошел до жизни такой, и решил, что буду вести видеоблог такой, наверное, обучающий, наверное, все, Серега, что еще, я что-нибудь забыл, посмотри, какие тучки, какие тучки, ну, вот, а что тучки, ну, да, тучка, ну, да, посмотрите, посмотрите, какие тучки, это возможно, летать на планере, да, а, я же забыл сказать, что, блин, моя мечта исполнилась, да, посмотрите, глубоко уважаемые любители планерного спорта, что, по сути, вот, ну, вот я обещал, свои, там, 10-12 лет, летать на планере, мне сказали, что это невозможно, что у меня зрение кривое, косое, и так далее, и тому подобное, но, видите, я же летаю, то есть, я сейчас прохожу европейский ВВГ, значительно мягче, там, российского, занимает 20 минут, то здесь не комиссию пройти 20 минут, но в этом году 25 было, самое минимальное на 20 минут, и все, получать бумажку, на два года свободен, делает один человек, это не какая-то группа, там, врачебно-летная комиссия, ля-ля-ля-ля, а, 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 один дедушка божий, дуванчик, он приходит, смотрит меня, ой, мыслировоков, и давайте-ка, посмотрим, что с вами в этом году творится, вот, это вот красота, и я смог, то есть, от такой путь проделать, не выровал, не обманывал, то есть, просто работал, нет, ну, конечно, в некотором роде повезло, потому что, повезло мне, во-первых, с тем, что, были хорошие учителя, там, в том же ВУЗе, я получил достаточное количество знаний, и, кстати, там, идея-то была в основное, что разбить у человека, у инженера, способность к такому широкому мышлению, то есть, куча вещей, которые я придумал для проплевизма, у этих лебедков, это вот именно, возможность выслить нестандартно, то есть, нестандартное мышление, которое, ну, интуитивно, наверное, даже у меня с юности было, но плюс еще в ВУЗе на это наши хорошие преподаватели напирали, что вот, думайте, думайте, нету соблонов, думайте, вот, научили думать, это вот, честь и хвала, но это еще и в школе заложили, там, учительница по физике как-то, когда видела мои решения задач, говорит, волков, ну, ты на хорошем пути, ты ищешь нестандартное решение, а мне нравился всегда закон сохранения энергии, и я очень многие задачи через него раком, боком нарешал, ну, неважно, я уже отвлекаюсь, так вот, конечно, повезло с учителями, это первое повезло, второе повезло, наверное, то, что я мечтал где-то работать, связанная, работа связанная с полетами, и начал, вот, делать свою летнюю школу, и, чтобы вы понимали, когда я начал делать, то, так, что у нас с высотой, ну, мы до аэродрома долетаем, кстати, напрямую, так, друзья мои, чтобы вы понимали, наш аэродром, вот, там, прямо по курсу, на удалении 50 километров, я вижу, что, нормальной возможности набрать у нас не будет, ну, только что, облака вот впереди, 50 километров, 50 километров, и я ставлю, качество, 140 скорость, и, так называемая, иду, иду плыть, плыву, то есть, на оптимальной скорости, 140 сейчас, где-то, на мой взгляд, я потихонечку двигаюсь в сторону дома, аккуратно, аккуратно, да, на пик до гюля, кстати, развалилась гроза, это я не совсем корректно, когда смотрел, это была гроза, на запаление, такие кранс, так что, ничего плохого у нас, нас не ждет, но долетим до облаков впереди, может, там еще полетаем немножко, так, а повезло, повезло, а, ну и, собственно, повезло, те, кто не хочет смотреть эту часть видео, может уже не смотреть, что тут я про себя рассказываю, любимого, это любой из нас может делать, годами, часами, и прочее, но, так, чтобы потом просто знали, как это все получилось, потом я долгое время, конечно, как бы, извиняюсь, терп без масла доедал, потому что, было, денег было мало, зарплата там, 150 долларов, дай бог, месяц, и на лето я как-то там придумывал, как-то искитрялся, изгалялся, да, собственно, что там нужно было, там, одежду раз в год купил какую-нибудь, там, не знаю, да, что-нибудь еще, но, это тяжелый какой-то период, ну, и при этом все время керачишь, этот гараж, делаешь эти лебедки, они ломаются, ты опять керачишь, опять ломаются, опять, опять и опять, но, со временем, что-то начало получаться лучше, там, не знаю, 25 лет я первый раз в жизни сходил в ресторан и потратил совершенно немыслимые деньги для меня, 40 долларов, вот, и так дальше потихонечку, потихонечку, полигонечку, пошел, шел, шел вперед, и вот оно вот, вот результат, так можно, если по-настоящему мечтать, вот, я придумывал там программу обучения определенное, я возил, первый, кто начал в России возить в Турцию группу парапланилистов, у меня как-то была группа 67 человек, и 8 инструкторов, 6 инструкторов металла со мной на работу, вот, ну, и так как я был организатором этого мероприятия, как это сейчас говорят, капиталист проклятый, то, вот, наверное, получал немножко больше остальных, с другой стороны, я обеспечивал работой тех ребят, кто там, ну, не мог, например, такие курсы организовать, ну, и так далее, то есть это вот некий принцип, что-то придумать, что-то организовать, что-то отладить, вот, да, немножко приносит денег, который потом нужно потратить на плане, чтобы так летать, так что, мечты сбываются, да, Серега? Это точно, Серега тоже мечтал летать на плане, летает, да, бери, кстати, управление, что-то я все лечу, что-то, уже надоело, так, ну, все, наверное, я думаю, что уже больше болтать точно смысла нет, ну, давай поснимаем эту красивую грозу, ну, а что ее снимать-то, ничего, задав все на экранах, а, давай панораму местности дадим, есть 15 долет, нормально, мы сейчас долетаем до аэродрому, я сейчас просто не сильно хочу тратить высоту, но не снять вам панораму, на прощание вот этих красивых мест, в которых мы летаем, и вообще, вот это длинное, залудное видео, подытожить, да, так вот, конечно, спасибо, ленивизма, как я ее вижу, с такими-то нюансами, ну, и начать цикл, как там, да, аэродром устроить планер, а как готовить планер к полетам, а как там, не знаю, что-то не забыть, а как включать и сломать, и прочее, и прочее, то есть будет достаточно занудно, в некотором роде, но потом мы перейдем через некоторое время уже к пилотированию, как планирую пилотировать, как делать какие-то такие вещи, я постараюсь наболтать вам огромное количество всяких баек, каких-то метрисовых, в общем, посмотрим, все, до новых встреч, ари ваар, бежали!